Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман, и это ежедневный обзор основных инструментов валютной пары индексов на предстоящий день. Пятница, 8 сентября, и давайте посмотрим, с чем у нас завершается текущая торговая неделя. Начнем, как всегда, с пары евро-доллара. Ну и по паре евро-доллара важно отметить то, что после вчерашней пресс-конференции Европейского Центрального Банка евро-доллар продолжил свое движение в том тренде, который и был отмечен ранее. На текущий момент тенденция сохраняется на укреплении, и сегодня уже с утра доходили до целевой отметки. Это максимальное значение 29 августа, которое у нас было в области 1.2070. Именно на закрепление выше данного уровня сейчас пара евро-доллар и стремится. Ну а ближайший разворотный уровень на текущий момент мы можем отметить на минимальных значениях, которые были зафиксированы вчера. Это область 1.1909. Пара британский фунт, американский доллар, также продолжает свою тенденцию на укрепление. Ближайшая цель, которую мы отмечали ранее, она остается неизменной пока. Это область 1.3231. И ближайший разворотный уровень находится на минимальных значениях, которые были также зафиксированы вчера. Это отметка 1.3031. Пара австралийский доллар, американский доллар вчера смогла преодолеть первую область сопротивления. Это значение 80.30. И уже устремилась к следующему сопротивлению в область 81.30. Сейчас немного корректируемся после обновления максимальных значений, которые были уже в прошлом часе достигнуты по данному активу. Ближайший разворотный уровень располагается на минимальных значениях, которые были вчера. Отметка 79.75. Тенденция на укрепление австралийского доллара также сохраняется. Ну а пара американский доллар и японская иена сегодня с утра смогла преодолеть минимальные значения, которые были вчера. И в начале торговой недели это область 108.27 и сегодня уже доходили до минимальных значений в области 107.60. На текущий момент тенденция на ослабление также сохраняется и пара продолжает свое нисходящее движение. По паре американский доллар и канадский доллар мы также движемся к целевым отметкам по нисходящему движению в область 1.20. На текущей момент тенденции на ослабление также сохраняется и ближайший разворотный уровень по данному активу располагается на максимальных значениях, которые были вчера. Это область 1.22.41. Пара еврофунт вчера смогла закрепиться выше максимальных значений, которые мы видели 6 сентября. И на текущий момент мы можем говорить о возобновлении восходящей тенденции по паре еврофунт с ближайшими целями движения в область 1.93. Отмена данного сценария произойдет в том случае, если пара сможет уйти ниже минимальных значений, которые были зафиксированы 6 и 7 сентября. Это область 1.21.20. На текущий момент пара начинает двигаться в сторону как раз основного тренда, который отмечен уже на более крупных таймфреймах. Золото продолжает укрепляться. Целевая отметка движения это область 1.360.00 за тройскую унцию. Туда сейчас как раз и продолжаем восходящее движение. Ну а ближайший разворотный уровень располагается на минимальные значения, которые были вчера и 6 сентября. Это область 1.331.00 за тройскую унцию. Нефть марки Brent продолжает укрепляться. После преодоления уровня сопротивления в области 5.307 тенденция на укрепление продолжилась и дошли до целевого уровня область 5.480. На текущий момент ближайший разворотный уровень по данному активу мы можем отметить на минимальные значения, которые были вчера. Отметка 5.319. Именно преодоление данного уровня уже может нас вернуть к продажам по данному активу. Ну а на текущий момент тенденция на укрепление нефти сохраняется. По индексу DAX. Индекс DAX вчера также корректировался. Если мы посмотрим часовой таймфрейм. Вчера находили до отметки 12.365. Уйдя выше уровня сопротивления, которое мы отмечали на максимальных значениях начала августа. И закрепление выше данного уровня по индексу DAX может нас вернуть уже к среднесрочным покупкам по данному активу. На текущий момент пока мы будем торговаться ниже данного уровня. Если мы не увидим ближайшие несколько дней закрепления за этим уровнем, то тогда уже вероятно развитие вновь исходящей тенденции со снижением в область 11.887. Коллеги, я напоминаю, что каждый понедельник у нас проходит вебинар в 19.30 по московскому времени, где мы разбираем уже более детально каждый из инструментов с перспективами движения на предстоящую неделю. Поэтому уже в понедельник мы более детально разберем те инструменты и посмотрим, что будет интересного на неделе предстоящей. Ну а пока всем желаю хороших выходных, хорошего завершения торговой недели и увидимся уже на следующей неделе. Всем спасибо и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok